Накануне в Нижнем Тагиле в начале 9-го часа вечера стандартное ДТП образовалось на перекрестке улиц Пархоменко и Циолковского, который постоянно держит в своем поле зрения одна очень наблюдательная видеокамера. Авария, повторимся, прямо из учебника, как ездить не нужно. Причем, касается это обоих участников, слава богу, не пострадавших. Просто интересно развитие событий в первые минуты после случившегося. Например, только через 3 минуты первый водитель решил таки открыть свою дверь. Ну а сразу после удара, в течение 56 секунд, оба рулевых не вызывали особого интереса ни друг у друга, ни у проезжавших, как бы ни в чем не бывало коллег, ни у пешеходов. Только через минуту, точнее на 56 секунде, прохожий парламентер вышел на сцену. Сначала поинтересовался, как дела у водителя машины поменьше, который поворачивал, не пропустив прямоходячего. Потом переместился к его визави, а дальше уже, как настоящий челночный дипломат, снова вернулся к машине более явного нарушителя. Итог этих дипломатических усилий неравнодушного пешехода явно расстроил. И, подумав что-то типа, а нафига оно мне все это надо, он махнул рукой и пошел дальше в свои свояси, потратив на ближнего ровно 50 секунд своей личной жизни. В течение следующей минуты, опять же, не происходило ровно ничего. Лишь спустя ровно две секунды в секунду, минуты после того, как хоть кто-то к ним подошел, у прямо ехавшей машины все же распахнулась шоферская калитка, и из нее не выпал, не выполз, а спокойно вышел, даже не хромая, крупный мужчина и уже сам пошел коммуницировать со своим спарринг-партнером. Это не просьба о финансовой помощи, это призыв сохранить остатки честной и патриотической журналистики на Урале. Если хотите 9,5, как раньше, жестко, метко, хлестко, без соплей, то помогите нам, станьте нашими спонсорами. Сила в правде, и мы ее постоянно показываем. Поэтому, если кто-то сможет в это тяжелое время найти небольшую сумму для новостей Черемета, будем благодарны, отработаем сполна. Просто нажмите в нашем профиле кнопку «Спонсировать» и следуйте дальнейшим указаниям и инструкциям на экране. Заранее спасибо, ребята, вместе мы выстоим. Продолжение следует...